На первый взгляд, ресторан Момогар — это всего лишь конторка с кассовым аппаратом и два крошечных стола. Тем не менее, открывшаяся всего год назад, эта закусочная непальской и тибетской кухни стала, согласно приложению Yelp, рестораном номер один в пригороде Коламбуса. Момо — это вид пельменей. Мы делаем много пельменей, вероятно, несколько тысяч в день. Нужно угнаться за спросом. Пхун Солама — эмигрант из Непала. Можно сказать, что момо — практически национальное блюдо в Непале. Оно очень популярно, поэтому я подумала, что было бы неплохо познакомить с его вкусом жителей Коламбуса. Лама оказалась права. Ее фирменные блюда, приготовленные в маленькой открытой кухне, привлекли постоянных клиентов. Одна из них — Уинди Нобл. Все супервкусно и действительно дешево. Это отличная доступная еда. Вот почему мы приходим сюда снова и снова. По данным недавнего опроса, иностранцы составляют более 9% населения города. Это благоприятно отразилось на бизнесе этнических ресторанов. Наши рестораны представляют кухню более 40 народов, и все время появляются новые. Недавно мы нашли ресторан суданской кухни. Не покидая Коламбуса, вы можете попробовать самые разные блюда. Битея Вульф публикует статьи о ресторанах города. В 2010 году она основала бюро «Кулинарные приключения» в Коламбусе, клиенты которого исследуют малоизвестные этнические рестораны. Мы посещаем индийские и мексиканские пекарни, ходим в нигерийские, вьетнамские и сомалийские рестораны, а потом рассказываем клиентам о кухне этих стран, о блюдах, которые они предлагают. Этнический кулинарный тур популярен среди местных жителей и туристов. Я из Калифорнии. Это просто отличный способ попробовать новую еду, познакомиться с людьми, узнать о разных культурах. Мы обязательно вернемся в эти рестораны. Все они находятся в пределах 10 минут от нашего дома. И все они превосходны. Приток эмигрантов в город также помог оживить заброшенные городские окраины. В центральной части штата Огайо живут до 200 тысяч эмигрантов и беженцев. Налоги, которые они платят, составляют 340 миллионов долларов. У меня сейчас работают 15 человек. Их так много, потому что они проходят обучение. Мы открываем второй ресторан примерно через 4 недели. Лама счастлива, что рецепты, которые она привезла из далекой родины, пришлись по вкусу в ее новом доме.